Компания «Уралкали» продолжает строительство нового рудника «Южный», который должен прийти на замену дорабатывающему свои запасы руднику «Скору-2». Работа кипит и под землей, и над землей. Специалисты, а их на стройплощадке почти 350, работают в три смены. Вот что сейчас делается. Возведение стволов, шахтных, строительство, монтаж кольцевого копра и проводятся работы по подготовке поверхности для строительства поверхностного комплекса. Производятся земляные работы с вывозкой грунта на карьер Бату и Флок. Также проходит строительство дороги подъездной к «Южному» руднику. Две трети объема практически выполнено. Проектом предусмотрено и строительство водовода, и очистных сооружений для соседних родников. С обогатительной фабрикой новый рудник свяжет конвейер длиной почти 3,5 километра. Генеральный подрядчик на строительстве стволов немецкая компания «Тисеншахтбау». Тут все идет в графике. Подземные водоносные горизонты надежно заморожены для безопасной выемки породы. У нас пробурено на каждом стволе 44 замораживающие скважины и по 4 контрольно-термических скважины. То есть на стволе номер 1 глубина бурения замораживающих скважин составляет 178 метров. На стволе номер 2 глубина замораживающих скважин составляет 171 метр. Всего же горнопроходчикам предстоит вынуть при возведении каждого ствола свыше 600 тысяч кубометров породы. Вот эта внушительная емкость называется бадья и она участвует в процессе проходки. В нее загружают нарубленную породу и поднимают наверх. Вместимость ее 5,5 кубических метров и за один раз наверх она поднимает 10 тонн породы. Внимание вопросам безопасности на этой масштабной стройке прежде всего. При этом не обошлось и без нескольких технических ноу-хау. На первом и втором стволе у нас будет два типа келькранцев. То есть тип номер 1 это стандартный, то есть он называется классический келькранец. Это с пробивкой деревянными клиньями дубовыми. И второй тип заложения келькранца это будет химический келькранец. То есть это будем так говорить еще новшество вообще в горном деле. То есть это будет заливаться химический полимерный состав, который тоже будет преграждать воде. Отметим, глубина первого скипового ствола составит 385 метров. По нему, когда добыча начнется вверх, пойдет сельвенитовая руда. Вниз будет подаваться свежий воздух и по трубопроводам закладочный материал для заполнения пустот. Второй ствол будет глубиной 349 метров. Его назначение спуск подъема людей в клетине 52 человека, материалов и оборудования, подача наверх воздуха из шахты. А вот еще одна новинка. Серая металлоконструкция над зелеными временными над шахтными зданиями первого ствола называется копер. Во-первых, это уже постоянный копер. Раньше на период проходки обычно строили временный. А во-вторых, он уникального для верхнекамского месторождения шатрового типа, что более надежно, уверены специалисты. Высота копра первого ствола 40 метров. Всю масштабность этой конструкции начинаешь осознавать, только оказавшись внутри нее. Конкретно сейчас я нахожусь в одной из опор будущего копра второго ствола. Как в огромном конструкторе детали собираются в единое целое. Как видим, строительство идет полным ходом. А значит, главная цель стройки – обеспечить работу и обогатительную фабрику второго соликамского родоуправления на многие годы вперед будет достигнуто. Антон Старостин, Михаил Морошкин, телекомпания Соль-ТВ.